Доброе утро! Доброе утро! Как ехала? Ужасно ехала. Я, как обычно, опоздала. Вы меня извините, пожалуйста. Это не твоя вина. Это не твоя вина. Мы тут сидели, мы чули вот эти сирены, войки и так далее. Знову что-то везли. Что-то везли. Знову что-то везли и все перекрывалось. З одного угла в другой. А мы все вот эти... Вони, как завжди, везут не в тот угол. Угол, в который надо везти деньги, тут. У нас в студии находится. Красивый, все, цветочками мы украсили. Мы можем принять встречу. Да. Так что везите. Так, Тина, что нового вообще в жизни происходит? Где была? Что бачила? Ну так постепенно по чуть-чуть ездим, поем, работаем. А вообще очень хорошей новостью пришла рассказать вам о том, что тот концерт, который был... Я интродакшн зроблю зараз. Значит, протягом целого лета у нас отбывалась наша акция, которая называется «Пляжный бум» от Люкс ФМ. И, собственно говоря, венчала всю эту череду этих вечерок и концерт. Тіна Карольф просто мега-шоу, яке там произошло. Ну, не шоу просто. Конечно. Для Украины это мега-шоу. Это еще приедет Бритни Спирс, мы еще подумаем, что она покажет. И потом сравним. Вот в кого было мега-шоу. Так что у нас все как раз было нормально. Вот. Пять фур техники, 554 людей, обслуговывающего персоналу, 100 человек на сцене. Добудовывали специально сцену. И это все, понимаете, Тіна Карольф подготувала таке шоу для Люкс ФМ и для пляжного бума. И, соответственно, не прошло все это так просто непомеченным. Все это было помечено камерами. Отбывалась съемка этого грандиозного шоу, яке тривало, если я не помиляюсь, годину 20, по-моему. Ну да, что-то час 30. Вот. И, вы знаете, Тіна Карольф так перейнялась этим вопросом, что сама взялась за производство, практически, этого фильма. А вот теперь рассказывай. Расскажи. Фильм получился в формате таком, как фан-клуб приходит и снимает все время на телефон, на камеру, вот такие крики, такой шум. Интер-шум. Интер-шум. Значит, этого интер-шума на этой съемке достаточно много, все снималось с фотоаппаратами. И задача была и идея, и такой степ, что ли, снять так, чтобы это было похоже на фан-видео. То есть сам концерт, его концепция, это фан-видео. Мы все время видим, как, то есть меня через руки фан-клуба, который там находился, у него, кстати, было тогда 6 лет. Все же, если я не помиляюсь, то фан-клуб со всей Украины, и не только со всей Украины, там, даже с ближнего и дальнего зарубежья люди приезжали на этот концерт. Приехали и праздновали шестилетие, значит, это было, ну, такое, мы совместили. До речи, очень культурно праздновали, потому что никого, я знаю точно, в райотделе не забрали в этой вещи. Не забрали, да. Потом перепевают, чтобы было получше. Вот так, как это было спето, где-то чуть-чуть фальшиво, потому что там я не слышала в ушных мониторах, где-то чуть-чуть что-то некорректное. Но не важно, в общем, это настоящее живье сделано в виде фан-видео. Ну, и самое главное, просто я заморочилась и сидела, сама монтировала. Боже мой, боже, это же просто вот это шоу может быть на гирше в артистах. 100 часов монтажа. Это монтаж клипов, монтаж фильмов всяких и так дальше. Это глазки вываливаются. Да, да, от компьютера. Просто невозможно. 100 годин? 100 часов. Я приезжала после концертов и ночами сидела, монтировала. Ты сама вот эти кубики складывала? Ну, складывала. Он, конечно, мне помогал инженер Андрей, я ему очень благодарна. Вин, временно поселился у вас на час? Я только дозрил у тебя монтажа. Нет, я временно поселилась у них в офисе. Вот. И решила, что, наверное, так как я это сделаю, никто не сделал, потому что я понимаю, какую, что надо конкретно показать в данный момент. В постановке, в песне, в эмоции. Ну, мне хотелось это сделать от души. И так бы я забраковала чужую работу. Я обычно люблю это делать. Да, все. Смала нет, уже надо говорить, что все красивенько. Так вот, значит, что хотите сказать? Оцей фанфильм. Давайте его називати будем. Виступ Тіни Кароль на пляжном буме от LuxFM урочисто. В девятой године с копейками, наконец-то, загрузился в YouTube. Ну и, конечно же, посмотреть его можно теперь на официальной странице Тіни Кароль. Официального сайта, да, Тінакароль.com Вот, через пару хвилин Він обоязково появится уже и у нас на сайте LuxFM. Так что заходьте, дивитесь, наслаждайтесь и готовьтесь. Там година двадцать, там есть что посмотреть. Да. Вот, так что можете сегодня целую семью зібратись и подивитеся, как Тіна Кароль на вечерці LuxFM влаштовала мега-шоу. Так, ну, до речи про... Посмотрите до конца. А в конце там якийсь прикольчик? Там очень интересные титры. Я от руки писала их. И потом мы в постпродакшене вставляли эти титры, значит, в середину самого фильма. И представить тех музыкантов я решила исключительно по имени. В конце, конечно, есть фамилии и так дальше. Вот эта дорожка, знаешь, как там. Тут были. И снизу вверх так сунется, как в этих Звездные войны. Звездные войны. До речи, там разоблачение одного из танцоров балета, який бреет ноги, я уже видел кусочек фильма. Да, да, это барабанщик, да. А, это барабанщик даже? Да, бреет ноги. Единственный барабанщик в украинском шоу-бизнесе, який бреет ноги. Нет. Просто он решил постепаться, и я постепалась над ним, конечно же. Он очень смеялся, когда увидел. Так, про вечерки, до речи, мы сгадали. У нас тут еще одна тема вечерок. Это пати на хате. Пати с зеркою на хате на LuxFM далее отбывается. Для чего смотреть на зерку в небе, если с ней можно влаштовать шаленую вечерку? Лонгмиксер представляет грандиозный проект. Лонгмиксер-пати с зеркою на хате. Подключайся. Лонгмиксер. Make it longer. Лонгер. Так, ну что ж, мы расскажем Тине. Вона, напевно, еще не в курсе. LuxFM даёт возможность своим слушателям придумать самый сумасшедший сценарий вечерки. Вот, мы приедем совсем и в тело моего в життя. Тина, в тебе какая была самая сумасшедшая вечерка такая? Вот куда ты ездила? Не работать можешь, а отдохнуть? Вот эта пляжная вечеринка. Ну, кстати, я там и отдыхала на этой же сцене. Для меня и была самая сумасшедшая. Обычно я же не тусую. Ты не тусовочный человек? Да, я не тусовочный. Но я бы с удовольствием пришла на какую-то пижаму-пати. Пижама-пати? Да, сделай пижама-пати. Слушай, короче, в Украине что-то никто не делает пижама-пати. Я с удовольствием прийду. У меня такая пижама есть. В Европе, в Америке куча звезд собираются на пижама-пати. Все красиво отдыхают. Да, собираются. Ну, а вот у нас что-то не сложилось. Я приду в короткой совершенно такой невидимой ночнушкой. Боже, это же эксклюзив для всех папарацци. Они же там будут биться, чтобы туда попасть на эту вечерку. Я с удовольствием прийду. А, кстати, нам Кузьма рассказал про одну вечерку, на которую он попал. В Немеччине где-то это было. Значит, вечерка, как-то там, что-то там, пирсинг-тратата. Значит, он сказал, что все, кто туда заходил без пирсинга даже, то выходили уже с ним. Ой-ой-ой. Ну, то есть, такая веселая музыка, соответственно, горала. Ну, и все, знаете, под вплывом ментола и эвкалипта, потом выходили уже с этим делом. Ну, а на пижама-пати можно и караоке устроить. Ой, ты знаешь, я тебе скажу, шансон-караоке. Битва форматов будет, да? Да, да, битва форматов. Пижама-пати, где спевали шансон, курили махорку, сидели, да? И пели фронтовые песни, потом уже в конце, когда все разбредались. И пили чай из мяты. Так, ну что ж, ну а мы нагадаем вам про то, что у нас на сайте вы можете залишить свой сценарий мега вечерки. Вот у нас тут сегодня лидирует от Фани сценарий, который называется День Учителя. Вот вспомнила скоро же День Учителя, а давайте проведем школьную пати на хате. В нашей школе будет легкая программа, всего четыре урока. Для начала зарядка, потом труды, быстро соображаем легенький перекус. И сразу в танце пофигей для соседей караоке. В главных ролях, значит, физрук Фешак, трудовик Демин, учитель танцев Амадор Лопес. И училка пения Ксюша Общак. Весь наш творческий коллектив в Люкс ФМД выезжает. Не дай бог такую училку. Да, ну что ж, надеемся, что вам пощастить и за вас проголосуют наибольшие людей. И мы втянем вашу самую вечерку. У нас Тіна Кароль сегодня в гостях, мы продолжим через пару минут. Ну, сегодня Тіна Кароль 100% в радио Бэйби. На радио сегодня в гостях у нас. Так, я напомню, что сегодня у нас, мы говорим про появу, таку довгоочековану фанфильму. Мы его сегодня договорились, что будем називаться. Конечно, сильно. А чего 100 часов? Потому что я все время меняла. Нет, давайте так. А давайте по-другому. А давайте еще что-то. Пришла чайку пупела? Не, пацаны, все не подходит. Вот это вот с 10 секунды и до 53 минуты. Сейчас чуть-чуть переделаем, да? Ну да, где-то так и было. Слушай, а ты не хочешь стати там режиссером каким-то? Ты активную участь взагалі берешь от створения своих видеоклипов? Конечно. Я, мне кажется, беру не просто 90% активности на себя. А идеи ты сама придумаешь? Образи свои в клипах и так далее? В основном да. В основном да. И, ну, по крайней мере, участвую во всех процессах. Обычно говорят, что это плохо, да? Но в моем случае я не мешаю никому. А нет такой тяги? Вот ты дивишься клип чистым и скажешь. Вот тут бы я поменял, вот тут бы тоже переставил. Вот это все и так далее. И вообще, давайте лучше я вам сниму клип. Нет, монтаж тоже, конечно же. Я присутствую при монтаже. Нет, а вот кому-то не хочется тебе снять клип? Кому-то? Да. Вот я к режиссеру. Интересная идея, с удовольствием бы сделала. Интересная идея. Что таких божань покищённый цень? Я думаю, что таких желаний не было у других артистов. Чтобы им снял какой-то артист. Они боятся про такие наветь думать. Почему? Я считаю, что это было бы очень интересно. Сама Тина Кароль сняла нам как режиссер-клип. Появляешься? Все, Бадоевы и так дальше, все пойдут нервно курить в уголке. Нет, нервно не пойдут курить. Но участие в создании не только песен, конечно же, но и постановок, и костюмов, и одежды в клипах соответственно, костюмов на сцене и клипов я принимаю. Активное участие. Ясно, окей. Так, ну что ж, будем отпускати нашу зеруньку сьогоднішнюю ранковую. Хороша новина прилетела. Всім, хто не мав можливості, на жаль, побачити виступ цей грандіозный... Это не просто шоу. Там было горячо, было весело. Это шоу, которое прошло практически полтора часа от Тины Кароль на вечеринке от Люкс ФМ «Пляжный бум». Вже можно его увидеть в мереже. И напоминаю еще раз, что весь этот фанфильм створился под непосредним руководством самой Тины Кароль. Я хочу вас поблагодарить за то, что вообще была такая возможность выступить и, соответственно, снять, и все, кто работали над этим фильмом, и все, кто работали на сцене в этот момент. И вам спасибо, Тина. Чекаем новую песенку, я знаю, что у нас совсем скоро появится. Да, да. Скажешь, как называется, или нет? Не скажу. Все, правильно, не надо. Пусть будет Андрюшка. Нехай будет Андрюшка. Так, ну а зарядка на Люкс ФМ далее продолжается. Аплодисменты для Тины Кароль. И все в интернет дивитесь фильм.